Охрана правопорядка как дело всей жизни. Наш следующий материал об участковом уполномоченном полиции Романе Лебедеве, который служит на территории Приморско-Куйского сельского совета. Именно он представит Ненинский округ на ежегодном всероссийском конкурсе народно-участковой 2019. Александра Литкова продолжит. О том, что станет полицейским, Роман Лебедев решил еще будучи мальчишкой. В 2007 году, сразу после окончания школы, он поступил в Краснодарский университет МВД России. Получив диплом, молодой человек устроился на службу на должность дознавателя, а спустя три года отправился работать на Крайний Север, в Ненинский округ. Прилетев в Ненинский автономный округ, на следующий день меня уже направили в поселок Красное. Первый человек, с которым я познакомился, это был председатель муниципального образования, глава муниципального образования Виктор Александрович Таратин. Побеседовали, показали условия, в которых я буду проживать, кабинет, где проводим тоже очень много времени. И на следующий день уже приступил к исполнению своих обязанностей. За время работы в Приморско-Куйском сельсовете Роман зарекомендовал себя только с положительной стороны. В любое время суток к нему могут обратиться все, кому нужна помощь. Молодой участковый пользуется доверием и уважением среди населения. Ни для кого не секрет, что по своим служебным обязанностям участковые уполномоченные полиции ближе всего к населению. Что уж говорить о тех, кто стоит на страже порядка в глубинке. Сегодня задается вопрос, кому приходят в сельской местности участковые люди, к кому приходят граждане и обращаются. Граждане обращаются к участковому, который решает важные вопросы на месте. Это говорит сегодня о высокой значимости этой службы в органах внутренних дел. Это позволяет выявить, наверное, самых лучших работников органов внутренних дел по работе участковых инспекторов. В конкурсе народный участковый Роман Лебедев участвует впервые. И, как признается полицейский, он был немного удивлен победе во втором этапе. Голосование проходило на официальном сайте окружной полиции. В нем приняли участие более полутора тысяч человек. Теперь жители Заполярья могут поддержать Романа Лебедева на третьем этапе конкурса в ходе онлайн-голосования на сайте МВД России. Оно продлится до 10 ноября. Имена победителя и призеров назовут в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.